в этом видео мы посмотрим какой предпочтительный смартфон выбрать из тех что сейчас продаются на данный момент в мае 2020 года так давайте посмотрим что у нас тут redmi go он по характеристикам слабый экран у него hd так что мы его не рассматриваем samsung тоже слабый honor слабые для игр они даже не подходят слабой камеры то есть эти варианты мы не рассматриваем переходим на вторую страницу honor 9s это новинка но у него тоже экран hd plus я думаю нам не подойдет honor 8s redmi 7а samsung galaxy a 01 у него тоже hd экран hd plus так что не вариант будем рассматривать смартфон только с разрешением начиная с full hd так смотрим третью страницу я добавил сюда samsung honor huawei xiaomi это и по-моему да все реалме я не рассматриваю так смотрим дальше huawei y7 honor 8а samsung galaxy 10 так себе вариант и стоит очень дорого цена на него давно уже было 8000 сейчас она даже поднялась так что его нет смысла рассматривать вот первый смартфон который предпочтителен к покупке это хонор 10 light у него экран full hd plus 8 ядерный процессор 3 гига оперативки так две сим-карты камеры 13 мегапикселей но нет широкоугольный но за свой бюджет это отличный смартфон за 9 990 то есть это вариант номер один honor 10 light смотрим дальше так redmi 7 это жить и плюс экран переходим на четвертую страницу huawei p smart тоже кстати неплохой смартфон он похож по характеристикам с хонор 10 light тоже неплохой вариант и на все есть батареи 343 тысяч 400 миллиампер 3 гига оперативки но не уже ценник чуть повыше 1 100 то есть предпочтительнее конечно купить honor 10 light который стоит 10000 так смотрим дальше что у нас тут есть honor 10 light уже с памятью 64 гигабайта так тут уже ценник 13000 хонор 9c тоже у него экраны hd plus samsung a20 экран тоже hd plus то есть он не такой четкий многие недовольны поэтому лучше рассматриваем варианты honor huawei p smart это мы уже смотрели так переходим на следующий страницу huawei p30 light тоже кстати неплохой вариант но ценник сейчас посмотрим какой у него 14 тысяч рублей ну как бы дороговато память 128 гигабайт есть широкоугольная камера основная на 24 но это уже как бы старые характеристики сейчас уже современные камеры на 48 на 64 мегапикселя и 14000 цена но я считаю дороговато вообще-то как вариант вот это тоже неплохой вариант redmi note 8t подбородок нижний у него крупноват есть конечно nfc процессор неплохой среднего уровня даже ниже среднего скорее даже бюджетного камера отличная по фотографиям по видео стабилизация не очень из 4000 миллиампер батареи зато экран full hd plus и классная у него еще динамик также тут предлагает скидка 2000 на эти бонусы вы можете что-то дополнительно купить например повар банк или клавиатуру какую-нибудь если присматривать или хорошую качественную мышь то есть отдает 14000 из них за 2000 присматривать любой товар дальше мы смотрим тоже неплохой вариант 14000 но как бы на алиэкспресс его можно было купить свое время за 8 700 лучше подождать распродажу скорее все цена снизится и был будет примерно та же самая цена около 9000 можно приобрести с алиэкспресса памяти здесь кстати оперативный 332 это минимальной версии да я его покупал на алиэкспрессе за 8 700 так так даже 2 покупал белый черный и оба не обошлись по 8 7 18 700 другой 8 другой 9 по моему так дальше смотрим хотя там можно было еще пару вариантов применить купон либо какой-то промо-код так samsung galaxy a30 вариант неплохой но у него слабоват процессор экран хороший камера 16 мегапикселей слабовато даже того же а 50 25 мегапикселей у нового сейчас модели 48 экран четкий красивый amoled динамичный яркий nfc есть батарея хорошее но процессор будет слабоват скорее всего для игр он вам не подойдет samsung galaxy a30s так а 30 с у него экран hd плюс мы его не рассматриваем тем более за 14000 mi a3 тоже у него экран hd плюс honor 20 light вот отличный вариант из хоноров современный камер у него 48 мегапикселей есть широкоугольная батарея 3300 миллиампер так себе значение но зато у него отличные другие характеристики вот только единственное что сейчас поддержкой google сервис уже на новый хонор не ставит какая будет дальнейшая поддержка этого смартфона я не знаю но так вариант неплохой если его купить за 15 из них полторы тысячи можно взять какой-то товар в принципе аппарат неплохой я бы его купил для обзора так и памяти здесь 128 габайт 4 оперативный так вот он выглядит дизайн у них неплохие у хоноров мне нравится долго подгружается в общем неплохой дизайн в белом цвете корпус под металл конечно я считает не очень круто смотрится лучше конечно черный купить 15000 цена ну в принципе во многих магазинах можно также по акциям купить за 13 половиной к следующей странице 6 страница хонор 10 тоже неплохой вариант ну насколько я знаю в хоноре 20 light который мы до этого смотрели цена у него была такая же 15000 ну плюс скидка там стабилизация уже получше там есть электронная стабилизация в хонор 10 стабилизации нету и камера здесь на 24 мегапикселя а в хоноре 20 light там уже на 48 шокугольная камера них одинаковая или эффект размети тоже так тоже вариант неплохой но все-таки мне не нравится у него стабилизация а так в целом аппарат отличный просто honor 20 light он более новая модель лучше купить именно его они хонор 10 ай на хонор 10 ай кстати была снижена цена он стоил порядка 10000 да он 10000 стоил это было около месяца двух назад скорее всего он опять подешевеет или мониторе цены на других сайтах так смотрим дальше еще вариант хонор 9x тоже вариант неплохой но не выезжает камера нет не нравится так у него экран full hd плюс 48 мегапикселей камера батарея неплохая тоже как вариант но если вам вас не смущает выдвижная камера не боитесь и сломать или она или то что у него механика когда-нибудь откажет то тоже вариант неплохой покупки так переходим дальше iphone 6s я минимальную цену видел 13 тысяч рублей могу оставить ссылку в описании здесь он стоит 17 телефон отличный экран у него хороший но из минусов iphone 6s у него уже не будет поддержки обновление придут и батарея у него слабовато 6s плюс даже интереснее чем купить 6s батарея помощнее экран почетче и экран побольше но единственно него габариты большие так samsung m30s это более бюджетная линейка чем линейка скорее всего я вам не рекомендую его покупать и вряд ли на него будет поддержка у него конечно неплохая батарея 6000 миллиампер но за счет этой батареи телефон получается очень тяжелый экран amoled прикольно конечно яркий сочный плюс у него full hd full hd плюс у него разрешение экрана неплохая камера и широкоугольная корпус пластиковый как я понимаю 17000 но у ребят лучше по скидке купить samsung a51 чем покупать м линейку м линейка это самое самое бюджетное так что даже при продаже на вторичном рынке скорее всего его будет сложно продать придется хорошенько скинуть цену и потерять на этом много денег так вдруг он вам не понравится переходим на седьмую страницу samsung galaxy a 40 очень компактный смартфон 5 9 дюймов процессор у него тоже слабоват он хуже чем в а 50 а 51 слабоват у него батареи 3 тысячи 100 миллиампер камера слабоват 16 мегапикселей неплохой экран amoled с hd с full hd плюс разрешением 4 гига оперативки и ценник сейчас не подгрузилась как я понимаю он будет стоить около 17000 рублей скорее всего это цена завышена все-таки цена была до этого ниже модель очень старая прошлогодняя и такая цена на не до сих пор держится конечно кто его будет покупать такую цену а 40 в разных цветах дальше по 30 слайд мы уже смотрели на 26 точно покупать никто не будет с космической ценой samsung galaxy a 31 характеристики камеры неплохие экран неплохой а вот процессор у него слабоват и батарея 5000 миллиампер конечно круто но из-за этого он будет тяжеловат я считаю из-за такой бы емкой батареи тот же сам redmi note 8 pro у него тоже экран 6 5 дюймов примерно как здесь 6 4 там четыре с половиной тысяч миллиампер и он тяжеленький а тут будет 5000 миллиампер и ценник у него конечно космический за 40 18000 дорого за 40 за 31 18000 тоже дорого я считаю проще купить samsung a 51 у него будет лучше процессор samsung a 50 у него уже камера так скажем старенькая и ценник конечно высоковат вместо 31 конечно лучше взять а 50 здесь лучше процессор тем более в samsung a 31 процессор mediatek среднего уровня так здесь а 50 я им пользовался телефон отличный в принципе есть некоторые глюки самой прошивки а так телефон работает неплохо классный экран хорошая камера по съемке видео он снимает с неплохой стабилизации вот full hd только 30 кадров так 4k в нем нету тоже неплохой вариант но 18000 как ценник дороговато все-таки самую низкую цену я видел 11000 11 и даже 13 вот так что ценник конечно аховый лучше где-то поискать подешевле по другим сайтам больше 13-15 еще он не стоит наверное даже 13 потолок потому что 16 половину уже можно купить samsung a 51 так дальше смотрим redmi note 8 pro тоже классный смартфон у него классная фотокамера у него отличная производительность экран full hd plus ips экран для глаз самый то не такой динамический яркий как amoled по съемке видео звук записывается не очень хорошо звук плоский игровой в общем для игры смартфон отличный отличный игровой смартфон для просмотра видео кино фоткает он тоже хорошо увидел съемки скорее недостаток только в записи звука я думаю можно купить дополнительно какую-нибудь петличку если вы хотите снимать но все-таки основное преимущество redmi note 8 pro это его процессор и мне нравится экран так переходим на восьмую страницу тут мы уже подбираемся к ценнику 20000 рублей так redmi note 8 pro honor 9x это дорого iphone 6s тоже он нам не нужен мы уже смотрели дешевые варианты mi mix 2s неплохой кстати вариант флагман и с хорошей ценой у него отличный процессор топовый от qualcomm а 800 линейки батарея конечно не очень емкая 3400 миллиампер камеру него с нижней части на подбородке lhd plus экран камеры по 12 мегапикселей как я понимаю они снимают отлично если даже здесь пусть даже здесь по 12 мегапикселей the galaxy a 41 тоже вариант неплохой но все же лучше взять а 51 зачем они выпустили сами конкурируют с собой процессор него от mediatek он слабее чем у samsung a51 а стоит точно так же даже порой можно найти а 51 в районе 17000 так а 41 в принципе мы не рассматриваем тем более батарея у него 3500 миллиампер у a51 4000 миллиампер экран super amoled так ну ничего больше здесь хорошего нету ценник заоблачный honor 20s тут вообще нет смысла его рассматривать тут уже ценник приближается к двадцатому фонару и тем более с теми же самими характеристиками honor 20 light только здесь побольше оперативы и побольше встроенной памяти нет встроенной памяти также там тоже фонаре 20 light тоже что 28 габайт здесь чуть побольше оперативки а ценник космический смотрим 9 страницу вот xiaomi mi8 вот это отличный вариант за 20000 флагман прошлого года super amoled экран 6 гилов оперативки он компактный по размер 621 отличная камера nfc но только слабоват батарейка есть челка муж кого-то челка смутит оттолкнет и слабая батарея а в целом смартфон как флагман отличный за двадцать тысяч рублей у авэй п 40 light так что у нас здесь широкоугольная камера 48 то есть характеристики примерно те же самые что honor 20 light так проще тогда будет его купить за 13 тысяч рублей 13.15 тут уже 20 цена так что не вариант смотрим следующую модель 8 про мы смотрели 6s mimix 2s вот samsung a51 у него цена выросла он стал 22 тысяч стоить тут есть выгодные комплекты можно что-то купить можно купить какой-то аксессуар и ценник на него снизит сейчас мы посмотрим так можно купить наушники за 3000 комплект номер два комплект номер три до можно купить за 19 плюс наушники за двадцать две тысячи вместе с наушниками ну в принципе тоже неплохо так переключаемся вариант отличный samsung a51 или взять так тут еще бонусы дают 1700 либо бонусы либо выгодный комплект то есть либо вы покупаете за 22000 он вам обходится 19 плюс 3000 наушники то есть за 22000 вместе с наушниками либо вы покупаете за 22 и на 1750 набирать аксессуаров цена была 20 по скидкам даже 17 так что я думаю можно за 17 купить не в этом магазине попробую вам ссылку оставить по минимальной цене так как этот смартфон классный я его вам рекомендую к покупке попробую вам оставить ссылку в описании так отличный вариант здесь неплохой процессор процессор примерно бюджетного чуть выше чем бюджетного уровня процесса пример на том же уровне что snapdragon 660 665 redmi note 8 8т где-то около 180 тысяч баллов он выдает за эту цену конечно redmi note 8 pro мощнее так ну что здесь хорошего мне здесь нравится дизайн как выполнена передняя фронтальная камера отличный здесь экран сочный четкий классный очень динамичный экран full hd плюс разрешение камера отличные по фото видел часть широкоугольной отличной стабилизации хорошие на все 4000 миллиампер батареи сам пользуюсь этим смартфоном мне он очень нравится то есть вариант отличный но лучше поискать его в районе 17000 так смотрим дальше так я считаю что samsung a51 один из лучших предложений за 20000 рублей от 17 до 20000 рублей либо его купить либо если вам важны игры redmi note 8 pro если вам важно видеосъемка дизайн экран он легкий по весу то есть аппарата которого много плюсов берите а51 а если вам если вам предпочтительней телефон для игр и вы хотите айпи с экран то берите redmi note 8 pro по стабилизации видеосъемка он будет немножко вступать и по вес он тяжеловат в отличие от samsung a51 по дизайн тоже samsung a51 выглядит покрасивее а